здравствуйте все мои постоянные зрители и гости моего канала сегодня промежуточный отчет моей работе свадебной метрики от dimensions номер 3217 этого набора я вышиваю по набору метрику для своего младшего сына свадьба у них сентябре и мне нужно до августа выше для того чтобы успеть оформить я уже показывала видео мою заявку на вышивку этого набора в рамках проекта мой любимый dimension satala белочки вот а сегодня покажу что у меня так сказать уже на каком этапе я нахожусь почему решила снять промежуточное видео не окончательно потому что накопились впечатления набор необычные для меня я таких не вышивала и хочу поделиться своими впечатлениями значит напомню что это набор для вышивания по печатный крест напечатанные крестики очень много разных техник крест гладивые стежки стебельчатый стежок бэкстич французские узелки и лэзи дэзи здесь вышиваются есть немного металлика вышиваются кольца металлика вот сейчас я все об этом расскажу сначала расскажу своей организации значит у меня от нескольких наборов предыдущих которые я вышивала оставались ниточки dimensions их перемотала на бобинки и они у меня хранились вот в этой коробочке здесь их было больше части отправила галле дуняши тех которых у нее ну которые как бы в которых была необходимость вот эти нитки не понадобились они остались у меня и они тут валялись в этой коробочке просто как бы в свободном полете я думаю что буду добавлять вот но потом когда стал организовывать этот проект этот набор китайской сборки и здесь были вот такие планшет очки на которые повисели эти нитки я стала вышивать как обычно значит планшет очки выдергивая нитку и используя ее но во время вышивки этого набора мне попалось для просмотра на ютюбе видео светланы горелкиной в ее работе dimensions который она вышивала и она показала снова свою организацию собственно я не один раз уже это видела что она организует все ниточки свои на бобинки я всегда тоже вышиваю с бобинок и самом первом наборе dimensions который я вышивала я тоже ниточки наматывал на бобинки почему они собственно мне оказались вот так вот хранятся на бобинках подписанные ниточки все номера dimensions подписаны еще раз скажу что я вышиваю с бобинок то есть оставшуюся на иголке ниточкой вышиваем большим количеством иголок на каждый цвет у меня отдельная иголка и оставшуюся иголку с ниточкой я вставляю в бобинку и так у меня хранится обычно это конечно не на кольце это обычно они стоят какой-то коробочки ну вот что-то вот типа такого и вдруг я подумала думаю почему я вышиваю вот этих вот органайзеров китайских мне неудобно я не люблю органайзер на которых нитки висят мне это мешает вот эти длинные концы я не знаю куда их подвесить я не это все постоянно действует на нервы и как раз вот светлана на видео меня подтолкнула думаю почему же я собственно не перемотаю как я это делала нитки диме дименшанс на бобинки ну решила это сделать собственно думаю раз не так удобно почему бы не сделать тем более что потом я собираюсь их хранить на бобинках не собирать коллекцию у меня еще впереди много наборов дименшанс думаю как-то нитки у меня в общем то одно заодно зайдет и будут накапливаться какие-то ниточки потому что вот в этом наборе например я немножко побаиваю что ниток не некоторых может не хватить потом объясню почему так значит что же я решила конечно перемотать во первых я собрала все нитки которые у меня уже были и нашла вот эти два у меня было два кольца вот эти ниточки значит те которые были надела на кольцо взяла второе кольцо стал на него навешивать посмотрите какой ужас стал на него навешивать те нитки которых которые которыми я вышиваю этот набор то есть вынимая отсюда по одному цвету по мере необходимости то есть какой-то цвет входит в работу я его перематываю на вабинку во первых у меня ушла почти целая упаковка вот как раз я заказывала на 1 2 3 стечь целую упаковку таких вот вабинок пластиковых от дорис осталось буквально две бобинки вот они тут две лежат оставшиеся две бобинки они но они уже не понадобятся все цвета перемотаны и постепенно стала навешивать на второе кольцо конечно собралось тут уже бобинок много и не очень удобно и это нитки тоже не очень аккуратно висят поэтому сейчас я это буду делать реорганизовывать сейчас я вот как раз принесла вот эту пластиковую корзинку реорганизую это дело вот а в этой коробочке мне лежат вот дименшин которые мне пока не нужны кстати встретился мне один цвет в этом наборе из тех которые у меня уже были я просто взяла отсюда бобинку и домотала на него дополнительные ниточки и вот этот остатки тоже не так от предыдущего набора вот это у меня для хранения ниток дименшинс сейчас я переделаю организацию и покажу вам дальше ну вот так теперь выглядит моя организация ниточки расположила вот в этой пластиковой коробочке все они расположены по номерам нитки не не торчат концы очень удобно отсюда я беру вышиваю значит единственное неудобство этого набора я привыкла вышивать чтобы в каждой лобинке у меня была отдельная иголочка значит в этом наборе иголочка она такая как дименшинс дает на бэкстич то есть она извиняюсь качается камера не видно конечно будет то есть она с острым кончиком но все знают иголочки для бэкстича от дименшинс большая иголочка с острым кончиком и небольшим ушком небольшое ушко кстати не дает возможности мне пользоваться нити-вдевателем от прим он не заходит в эту иголочку приходится одевать нитки вручную хотя нефть нить-вдевателем я редко очень пользуюсь здесь как раз требуется использование нити-вдевателя потому что вышивка идет в три нитки блендов здесь немного для блендов я сделала такую парковушку но практически ей не пользовалась потому что опять же значит у меня в ходу немного иголок вот в чем проблема в наборе было дано две одинаковые иголочки в принципе они нужны можно там типа парковка вышивать есть некоторые места которые можно чередовать иголочки вот и мне сначала приходилось то есть вышивая вышивала ниткой до конца пока не заканчивалась низкого иголки потом я брала другой цвет вышивая по цветам и получалось так что приходилось постоянно вдевать нитку в иголку еще другой нюанс в этом наборе сначала я начала вышивать мне очень сильно путалась нитка а потом я прочитала инструкции сразу же буквально написано что нитку нужно делить на две части то есть представляете себе что нитку dimension 90 сантиметровые делала на две части вот такими ниточками как нарезаны например золотом руне коротенькими вышивала конечно сразу вышивать стало легче но значит две проблемы во первых постоянно приходится нитку менять постоянные вдевать и посмотрите сколько у меня отходов вот значит здесь я специально я никогда не собираю остатки но здесь я специально оставляла потому что я очень боялась что мне не хватит не такой может где-то на на два-три крестика мне понадобится какой-то кусочек и я найду эту ниточку здесь потому что буквально большие остатки очень большие остатки представляете себе от 90 сантиметровой длины от двух ниток начало и конец хвостики вот эти вот остаются сначала там буквально но сантиметровый хвостик и отрезаю вот и в конце вот видите вот это остаток над этим уже ничего не вышлишь приходится это выбрасывать но я не выбрасываю вернее а складываю пока вот в эту вот мусорничку то моя мусорничка ну вот в этой крышке я так и так и делала организацию собственно это маркер которыми зачеркиваю но нить и одеватель не понадобился так уже тут лежит продолжает вот ну вот так организация значит я нашла себе вот такой вот игольничку долго собственно не искала чтобы первое попалась мягенькая под руку это подарок от ирины артюхиной очень давно мне вышивала очень симпатичные сейчас поближе покажу смотрите какая прелесть значит здесь вышивка наверное это двунетка ткань красивого такого мятного цвета немножко голубит на камеру она более зеленая вот и вышивка крестиком бисером и бэкстич тут есть тут такой цветочек а здесь такой совсем очень красивая вышивка но я взяла им в качестве игольничка потому что игольник иголочек у меня всего к я уже сказала две работе но потом не было бы счастья да несчастье помогло я двигала часы на полке и у меня упала с полки маленькая коробочка из нее выпали не игол иголочки от набора диманшинс который я вскрывала и чтобы они не потерялись я положила их в эту коробочку на мое счастье одна из иголок была для бэкстича я ее взяла тоже в работу потом поискала немножко в своих иголках которые для шитья нашла еще одну иголку то есть у меня сейчас в работе 4 иголочки ну вот две я уже взяла для запарковала так сказать вот эту запарковала это blend который вышивается с металликом значит здесь две ниточки мулине и две ниточки металлика этим блендом вышиваются кольца кольца я уже вышила но бленд этот оставила и у меня осталась одна ниточка металлика вот тут и есть уже не стала убирать отсюда вот она вот осталась одна ниточка на планшетке я уже не стала ее брать отсюда думаю вдруг пригодится учетом не было желание пережить кольца на потом решила когда уже сделала почти всю вышивку решила не перешивать вот и остался вот этот вот точек я его потом перемотаю это нет кожи больше не понадобится она использовалась вышивки здесь был всего видите была одна пасмочка вот ну все это об организации ну а теперь я покажу уже более подробно свою работу для этой работы я достала свой станочек я на станке вообще-то не любила вышивать не хотел сказать не люблю но могу теперь сказать что не любила вышивать вот накрываю пока опять же галиным дуняшиным подарком полотенечком как всегда станочек конечно со временем смотрелось на ваши все видео со временем наверное сошью какой-то чехол накрывая просто от пыли но иногда бывает необходимость например вчера пришел сын к нам в гости без нас хорошо что работа была прикрыта как бы работа сюрприз вот он зашел без нас если бы это было где-то мы конечно увидел ну ничего не страшного конечно но в общем то хотелось чтобы сюрприз сохранился вот значит работа таким образом находится на станке более ровненько показать вот так она организована вышивая я в том числе и по схеме помимо того что здесь нанесенные крестики и нанесенный бэкстич и я уже показывала и лэзи дэйзи все стежки здесь нанесены пишет и уже видите гладевые стежки гладием и стежками вышиты им вот эти маленькие цветочки гладием и стежками вышит края ленты вот и все собственно остальное дальше идет крестики и уже по по крестикам идет и бэкстич видите нарисован бэкстич который зашивается крестиком я прошлом видео когда показывала обзор набора я говорил зачем здесь нарисован бэкстич когда я его зашью потом крестиками сверху буду потом снова по схеме делать бэкстич так вот он мне кстати помогают ориентироваться где какой крестик тут же не собственно нет цвета крестика я должна считать по схеме вот по схеме бэкстич помогает мне определить где кого крести каким цветами должна вышивать очень удобно вышивать лази дэйзи по нанесенному рисунку и конечно удобно вышивать все эти стебельчатые швы сейчас я разверну немножко вышивку и перекручу и покажу то что уже готова на данный момент работа выглядит вот так полностью готов вот этот фрагмент вот этот нижний букет здесь выше ты всем весь бэкстич все лази дэйзи все дополнительные стежки и французские узелки вот на этих мелких цветочках и вот на этих беленьких цветочков значит начинала я вышивку вот с этой надписи ну пока это пока да как есть специально оставила чтобы показать и это переделаю по инструкции написано что с этого нужно начинать здесь данная в схеме алфавит я его отрезал отключаю вот такой алфавит красивый мне нравится значит как вышивается вышивается стебельчатым стежком но как перенести сюда буквы значит рекомендуется взять салфетку на салфетке написать буквы соединить буквы слова приложить салфетку сюда по салфетке вышить и потом быть салфетку выдернуть из-под букв что собственно я и сделала ну вот видите значит салфетка все-таки тут еще кусочек вытаскивать ее можно бесконечно и когда вы ее продолжаешь вытаскивать начинаешь иголочкой подцеплять травмируются стежки и когда вышиваешь по салфетке вышиваешь очень свободно получается это как бы салфетка между тканью и ниткой прокладывается салфетка когда я вытаскиваешь остается там воздух и стежок как бы висит в воздухе поэтому он получается такой какой-то вот неаккуратный я не знаю не четкие буквы и мнение не очень нравится оттенок как бы я положилась на дизайнеров dimensions все-таки профессионалы работают вот и вышла так как там написано но пока оставила думаю вышьется когда вся работа я посмотрю что мне здесь нравится что не нравится и тогда уже переделываете надписи в общем-то распарывать 25 раз не очень-то хочется потому что вот тут сейчас я покажу поближе вот если видно где восьмерка там рядом я переживал эту надпись два раза по салфетке вот где восьмерка вот рядом с ней вот тут распоротая была 2 8 немножко видно дырочки как вы видите это холст почему дается собственно иголочка с острым кончиком что надо проколоть этот холст и кстати мне не очень нравится этот звук это ощущение что я комар и прокалываю кожу человека чтобы пить кровь господи какие вещи я говорю вот и остается немножко дырочки после того как я распорола это все вот я посмотрю что у меня здесь получится когда я распорю кстати вот это я уже вышивала я не помню чем я написала по моему исчезающим маркером и уже поэтому вышивала но не мне не очень нравится как ложится стебель что этот стежок короче когда я закончу всю вышивку я немножко извините немножко на об этом подумаю почему потом будет значит потому что я начала вышивать я уже рассказывал с надписи но следующим этапом должны были идти гладивая стежки хотя вот интересно по инструкции да сначала гладивая стежки я бы начинала конечно с крестика но уже как бы доверилась и доверилась начинала вышивать гладивых стежков я уже сказал что вот выживаются маленькие цветочки потом вышивается оторочка ленты гладивыми стежками вот гладью я никогда не вышивала может быть когда-то очень давно 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 не помню но в общем как бы техника для меня в общем-то незнакомая шла как по минному полю вышивала вот эти цветочки но тут собственно ошибиться особо негде три стежка на каждом лепестке укладывались довольно хорошо кстати глади вышивала на счетной глади в хардангере вышивала в шовчиках счетным счетной гладью глади вы стежки делала но здесь значит как бы надо соблюдать направление тут особый как бы это не художественная гладь здесь вышивается все четко по схеме видите четко нарисованные линии где надо вышивать гладью первые мои стежки гладивые вот на ленте были вот здесь и вот здесь они конечно меня сводят до сих пор с ума потому что они уложены неровные и в общем то если близко рассматривать то просто ужас и кошмар вот но потом рядом появились крестики как то все это сгладилось а вот эти цветочки вообще когда зашились вокруг крестиками всеми остальными стежками сверху еще легли французские узелки конечно о чем тут говорить переделать тут уже ничего не надо и в общей картине вышивки это совершенно не видно никто не будет рассматривать как я там укладывал глади вы стежки вот но вот эту часть нет немножко как бы хочется все-таки перешить но я уже опять и говорю что все что мне хочется перешить я посмотрю в конце вышивки когда закончу остались мне собственно меньшая часть осталось осталось два фрагмента б 2 букета этот букет я уже заканчиваю думаю что сегодня дело будет завершено идет работа довольно быстро потому что аккаунт стежков примерно где-то 10 11 не знаю не мерила вот но крупные стежки в три нитки кистики конечно кривоватые потому что по напечатанным но тоже я решила для себя что это такая работа так это должно быть как бы этим крестиком суждено быть кривыми как кто-то говорил этими нитками льняными не вышишь ровные крестики так вот поэтому нанесенному крестику не вышишь ровные крестики никогда я очень очень стараюсь поверьте мне я вышиваю медленно не спеша никуда и кстати получаю очень большое наслаждение вот да кстати кольца тоже должны были вышиваться гладиами стежками но как-то у меня так пошло что я стал их вышивать похоже на стебельчатый шов поэтому потом решила перешить на потом решила что не хватит ниток а потом решил что мне общем-то даже это нравится вот эти витые кольца они не гладкие не просто ровные обычные кольца золотые а немножечко витые ну такие тоже бывают вот и решила так оставить ну в общем то вот так значит работа будет я думаю что следующий отчет мы будет уже когда работа будет завершена и я посмотрю что сделать со всеми своими косяками и покажу уже как я переделала ну вот спасибо всем кто посмотрел и до свидания